День за днём У меня произошёл такой случай, когда два двигателя отказались, пришлось без двигателя произвести посадку Любимые песни, зажигательная атмосфера и море позитивных эмоций Всё это с лихвой присутствовало на концерте уникального проекта «10 песен атомных городов», который прошёл в Десногорске в минувшее воскресенье Подробности в сюжете «10 песен атомных городов» – это проект, реализуемый в рамках программы «Территория культуры Росатома» Он объединяет сотни талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в 21-м Атомграде Новый тур проекта стартовал 28 августа Десногорск стал четвёртым городом, который посетили музыканты за этот период Десногорск очень трудно перепутать с каким-либо другим городом, он мне безумно нравится, у вас потрясающие люди, огромное количество детей, я вот каждый раз, как приезжаю, вообще удивляю, вы работать когда-нибудь успеваете или только вот детей делаете, очень красивый город, мне он безумно нравится Серия концертов проекта «10 песен атомных городов» приурочена к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности Глава Десногорска Андрей Шубин отметил особую важность для города и его жителей мероприятий такого масштаба Нам очень приятно, что в год 75-летия атомной отрасли данный проект вновь вернулся в город Десногорск и жители получают хорошие эмоции, как говорится, дай бог, что всё было так всегда хорошо и прекрасно География концерта была очень обширная, в Десногорск приехали музыканты из разных уголков России, не обошлось и без участников проекта от Десногорска На площади артисты исполнили знакомые всем поколениям песни, живой звук и красивые голоса не оставили равнодушными никого и зрителей Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Мужество, честь, отвага, умение постоять не только за себя и своих близких, но и за свою страну Об этих героических качествах рассказал военнослужащий подрастающему поколению на патриотическом уроке, который прошёл во второй школе 1 сентября, в День знаний для учеников 2-го Б-класса, урок организовали преподаватель Олеся Радчик и Людмила Потапова, представляющая Родительский комитет В мероприятии приняла участие председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова Вместе с ней ребят посетил особый гость, генерал-майор авиации Евгений Михайловский Вы должны сегодняшним днём гордиться и запомнить его навсегда, потому что у вас сегодня достойный герой, действительно герой нашего времени Заслуженный лётчик СССР поделился с ребятами воспоминаниями о годах учёбы, рассказал о своей жизни и совершённых подвигах на службе У меня произошёл такой случай, когда два двигателя отказались, пришлось без двигателя произвести посадку Ну, это опыт позволил и решение такое, но были готовы покинуть машину в любое время Дети с большим интересом слушали истории о самолётах и космосе Евгений Михайловский рассказал о судьбе прославленного космонавта Юрия Гагарина И провёл ритуал торжественного приёма учеников в юные гагаринцы Он вручил ребятам пилотки и гагаринские галстуки, пожелал быть достойными гражданами своей страны Желаю всем хорошего здоровья, хорошего учёба, а нашим дорогим преподавателям также здоровья И не забывайте, что они вам дают дорогу в жизни Патриотический урок по-настоящему увлёк учеников Как отметила преподаватель класса Олеся Радчик, новоиспечённые гагаринцы уже готовы совершать добрые дела и бескорыстные поступки Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Деснатовая С вами был Виталий Волков, увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»